приветствую гостей подписчиков моего канала меня зовут наталья я делаю расклады на карлах таро также на картах ленорман сегодня видео я вам покажу расклад кельский крест если вы увлекаетесь второй раскладами думаю многие знают об этом раскладе вот он неплохой очень информативный вот и я его сделаю по запросу клиентки то есть покажу вам историю вот после чего сделаю вам одно но я думаю привлекательное для вас предложение но в конце видео сейчас поехали обратилась ко мне девушка девушка с недавних пор в отношениях мужчиной вот какое-то время они встречались проживали вместе и на данный момент девушка положение находится от этого мужчины вот но вроде бы как разговоров свадьбе о каком-то там узаконивание отношений нет вот но ребеночка будут рожать вот и хотелось бы посмотреть как будут развиваться эти отношения и по итогу в течение года мы загадываем 40 год что будет с этими отношениями получается через год уже ребеночек появится вот мы посмотрим что там у ее мужчины у самой девушки вот ну и не буду много говорить будем делать расклад карты все в экран экрана не влезут поэтому буду показывать значит так первая карта это у нас сама суть ситуации вторая карта которая идет на первую что может мешать либо что помогать этой ситуации что в голове что девушка осознают какие мысли у нее что в сознании да то есть в проявленном что в ногах что подсознательно что в подсознании какие может быть паттерны поведения то что девушка не осознает но это может очень сильно влиять даже больше чем сознательно на всю ситуацию в целом что было в недавнем прошлом что будет в ближайшее будущее то есть из прошлого перетекает в будущая ситуация вот такой вот получается у нас ну как бы кружочек и рядышком я пас выложу четыре карты снизу вверх то есть это будет сама клиентка ее роль в этой ситуации влияние внешних обстоятельств ну здесь будет влияние мужчины данным всю эту ситуацию как он смотрит третья карта ее страхи или надежды по поводу этой ситуации и последняя четвертая итог итог на отношениях в течение года вот может быть положу дополнительные карты она итог так вот выглядит расклад в целом и сейчас будем смотреть в чем суть ситуации смотрите у нас здесь выпала карта маг я могу сказать что из предыстории и вообще то есть девушка очень самостоятельная то есть как бы не пропадет ни одна не с мужчиной а то есть привыкла все проблемы решать сама об этом у нас говорит карта маку и у девушки но есть как было много ресурсов руки откуда надо растут то есть типа женский она может сделать какие-то вещи и по мужской части ну понятно что там не не дом построить но как бы какие-то вещи там лампочку вкрутить поменять светильник например или смеситель то есть девушка это все может то есть суть ситуации главное у нас здесь девушка идет она как маг и плюс еще вот сама беременность она все-таки была больше запланирована ею то есть это не обсуждалось как такой совместный шаг давай вот у нас будет продолжение рода то есть мы будем над этим работать нет то есть тут больше как бы сама хотела вот ну и плюс по обратной связи получается мужчина немножечко такую пассивную роль занимает то есть он вроде бы и не против и в то же время он не за посмотрим какие влияния оказываются на саму ситуацию выпадает карта император еще одна мужская карта какое влияние но все-таки мужчина сейчас посмотрим когда весь расклад откроем то есть вот эту роль играет у нас либо девушка очень самостоятельная с мужскими энергиями проявленными с такими вот овенскими получается либо это мужчина вот то есть все равно как бы вот получается он в эту ситуацию либо да как-то приветствует открывается и либо наоборот тут идет как бы карта препятствий но посмотрим о чем девушка думает что сознательно ну она думает смотрите третий старший аркан это очень важный вопрос для клиентки то есть это какой-то такой жизненный урок который ну ей вселенная преподносит и главное правильно его усвоить и сделать правильные выводы чтобы получить скажем так хорошую оценку да в кавычках девушка рассчитывает на свои силы то есть она понимает что она может потянуть вот весь этот процесс и воспитание ребенка вот так же девушка может влиять на своего мужчину как-то им управлять больше как бы в этой паре ведомый он чем она то есть как бы ну да вот в голове в сознании девушка вот очень активная да у нее жизненная позиция и это подтверждает с ее мыслями что она будет делать все для того чтобы дойти до своей цели и дойти максимально комфортно для себя что у нас бессознательно бессознательно королева мечей здесь олицетворяет но показывает ее сторону некоторым самой девушки других женщин у мужчины нет то есть здесь не может быть никаких там соперниц вот либо это влияние может быть какой-то родственницы мамы например либо вот сама девушка то есть как бы холодная расчетливая королева мечи она знает как применить свои умения как получить то что ей требуется как повлиять на человека где быть пожестче где помягче ну в общем как бы человек такой вот больше логик оценивает жизни вообще ситуации с точки зрения ума она анализа ситуации то есть тут больше не как бы чувство рулят человеком а все-таки какой-то такой немножко расчет есть холодный но при этом могу сказать что ну девушка сама по себе она не осознает вот такую роль которую вот она транслирует вот маска может быть до надеваться то есть она может думать в принципе про себя что я довольно мягкая до довольно страстная какая-то вот но в интимном плане то есть податливая потому что у нас вот здесь женщина которая приручила льва она приручила же его не мечом не грубой силы она приучила его словом до какими-то женскими повадками вот но на самом деле вот под всеми этими повадками как бы есть такой стальной стержень в нашей девушке что было в прошлом в прошлом по жезлов то есть это были встречи какие-то свидания не сказать но вот именно в отношениях с мужчиной начали как бы совместно вести быт но вот это вот все так больше было то так из разряда какой-то легкости до несерьезности ну вот поживем и поживем вместе в общем как бы вот такая ситуация куда это все ведет а вот тут вот у нас двойка пентаклей выпадает тут я так думаю что может быть два варианта развития мы посмотрим в итоге что выпадает но и плюс еще как бы придется все-таки находить какой-то баланс находить гармонию друг с другом то есть искать подход друг другу так как пара создалась не но не так давно то есть я думаю что момент притирки но как бы и он может быть в процессе либо еще возникнуть то есть когда у нас люди встречаются потом вступают в брак да начинают жить вместе идет какой-то кризис отношений когда появляется ребенок другой кризис отношения идет да вот то есть вы пара ну не прошедшая толком конфетно-букетный период то есть она может столкнуться до с какими-то не очень допустим для себя приятными реалиями жизни а потому что как бы вот перепрыгнули до через несколько получается стульев да и сели на другой то есть пропустили какие-то этапы в своих отношениях тут придется приспосабливаться вот придираться друг другу все-таки так роль девушки в этой ситуации паш пентакли ну роль она играет такую в общем то как бы внешне да вот но девочка девочка здесь у нас кстати и паш пентакли больше изображен а наверное в таком женском виде девушка беременная да то есть паш пентакли может говорить о беременности да то есть это мы вот что-то вот у нас есть да и вот мы будем вот это взращивать ну вот такая вот роль роль мужчины социума влияния здесь семерка пентакли во первых это ожидание то есть у мужчины здесь идет пассивное ожидание ожидание разрешение ситуации то есть рождение ребенка то есть да человек посадил как какие-то семена в прямом смысле слова до произошло зачатие вот и теперь человек находится в ожидании пока как бы эти семена взойдут но семерки у нас это карты немножечко такого кризиса то есть я не могу сказать что для мужчины это вот ну прям ну какая-то такая радость долгожданная то есть говорю что больше пассивная какая-то позиция вот человек пассивно ждет что же все-таки вырастет что же он соберет страхи и надежды девушки ну тут страхи пятерка жезла выпала во первых может быть какие-то страхи по поводу конкуренции да то есть но я имею ввиду конкуренции не в в плане что мужчина там куда-то пойдет налево вот а вообще как к этому отнесутся близкие люди как это воспримут родственники может быть кому-то что-то придется доказывать да то есть что она как бы на правильный шаг решилась могут быть конфликты то есть девушка но тут больше страхи то есть может переживать то есть как они все-таки будут уже уживаться да как мужчина насколько он будет помогать насколько он будет хорошим отцом к чему это все приведет вот такие вот карты так и итог итог у нас двойка чаш в принципе я могу сказать что итог то в принципе вполне себе хороший то есть получается так что у девушки ну вот она у нее достаточно сил и я думаю вот это вот карта император она олицетворяет ее черты личности черты характера довольно таки мужские она сумеет построить свою жизнь и выстроить вообще весь этот процесс рождением ребенка так как ей нужно она сумеет приспособиться найти подход где нужно промолчать где нужно сказать вот так же и мужчина но со своей стороны то есть здесь в общем то ситуация разрешится благоприятно нету такого что мужчина уйдет куда-то в сторону там бросит ее нет то есть как бы но человек такой довольно ответственный вот то есть если мы посмотрим вот такими треугольничками паш жезлов паш пентаклей двойка чаш то есть вот какие то такие вот отношения да страстные какие-то горячие перерастают у нас во что-то более такое уже приземленная до по масти пентаклей и двойка чаш здесь как бы карта парности то есть людей соединяет этот ребенок ну давайте я наверное положу дополнительно карта потому что двойка чаш да конечно она у упрочит вот появление ребенка упрочит этот союз кстати паш пентакли также может показать и ну тоже ребеночка то есть помимо карты шоут карты солнце то есть тоже может показать а еще паш кубков тоже может показать ребёночка вот то есть как Как бы вот появление ребёнка, ну, склеивает этот союз, как-то вот упрочит его. Рыцарь жезлов и смерть. Ну, здесь как бы, в общем, как бы стремительные кардинальные изменения. Смерть в плане того, что изменения в жизни произойдут. То есть сначала люди встречались, пожили вместе как-то, а тут, ну, смерть, она же трансформация у нас. То есть она трансформирует события, то есть полностью вот как было, прежде уже не будет. Это вот по карте гроб, например, да, или по карте крест, если система Ленарман брать. То есть тут уже всё, меняются полностью роли. То есть вот были влюблённые мужчина, женщина, а теперь они становятся родителями, мамой, папой, уклад жизни полностью меняется. Вот, ну, вот эти изменения всё-таки они, ну, вот по крайней мере на этот срок, на год, они к хорошему. То есть люди упрочат свои связи, девушка будет довольна своим материнством, довольна своим выбором на этот период жизни. И, естественно, да, конечно, происходят какие-то такие, ну, кардинальные изменения вот на бытовом уровне с появлением ребёнка. Вот такой расклад у нас получился. По поводу моего предложения. Что я вам хочу сказать? Тот, кто дослушал, молодец. Как это, вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец. Что я вам хочу сказать? Я предлагаю сделать бесплатный расклад одному человеку на отношения. Кого это заинтересует? Расклад будет личный. Он будет выложен в YouTube в открытый доступ для того, для тех, кто решится написать свою историю в комментариях. Что вы хотите посмотреть? То есть вы рассказываете вкратце, да, свою историю отношений. Может быть, вы расстались, может быть, вы в паре, и вас интересует, ну, как на будущее будет развиваться. Вот, то есть вы рассказываете свою историю в комментариях. Будет один комментарий, значит, вам повезло. То есть сделаю вам. Но он будет выложен в общий доступ. От вас мне нужно, конечно, ваше имя. Всё-таки представьтесь. Ну, понятно, тут без фамилии, без населённого пункта. Не думаю, что там кто-то вас узнает и смотрит, например, мой канал, да, из ваших знакомых. То есть если боитесь за конфиденциальность. Вот, если будет несколько комментариев, выберу самую интересную историю. Вот такой вам предлагаю вариант личного расклада. Кого заинтересует, пишите. Буду ждать ваши комментарии. Ну, и помимо этого, я буду благодарна вам за вашу поддержку, меня, моего канала в виде лайков, в виде также комментариев, в виде подписок на мой канал. Для меня это ценно, для меня это важно. Это помогает продвигаться каналу и также мотивирует меня на новые какие-то расклады. В общем, новые видео. Вот. Ну, и жду от вас, кто хочет личный расклад, пишите вашу историю в комментариях.